всем привет с вами навигатор игрового мира и мы продолжаем рассказывать про самые ожидаемые игры следующего года если пропустили первую часть подборки ссылка будет в описании от дьябло 4 ожидали многого и тем удивительнее что ни один из негативных прогнозов пока не сбылся боялись увидеть простой рискин второй части но в итоге вырисовывается полноценное осмысление всего лучшего из дьябло 2 боялись что старые механики будут вызывать зевоту а выходит умелое вплетение в знакомые предметы и заклинаний новейших разработок студии узнаваемых и интуитивно понятных боялись что классы станут простыми а получим на каждый ворох не пересекающихся приемов единственное что остается непредсказуемым сюжет и за это следует сказать отдельное спасибо вступительный ролик и обрывчатые сведения дают такую пищу для размышлений что из трактовок можно составить целый талмуд девочка с выпученными глазами и посторонними голосами в голове стала для многих главным открытием 2017 года ниндзя фиори не снискавшая особого коммерческого успеха с большими издателями плюнула и показала как там понимают расплывчатое выражение инди игра вышло жуть как душевно игроки оценили но что более важно оценила майкрософт настолько что взяла англичан под крыло где наконец-то сытые и довольны они начали делать сиквел на этот раз медленно но неотвратимо съезжающие кукухой сенуа будет колобродить по исландии игра определенно делается с куда большим размахом а слово сага в названии намекает на то что похождения девчушки станут серийными подробностей как обычно мало но мы держимся и ждем игра как ни крути уникальная ну а продолжают тему уникальности твердотельный накопитель kc 2500 формата м2 благодаря интерфейсу pci express gen 30 x4 он обладает улетной скоростью записи и чтения данных накопитель отличает крайне высокая надежность и подходит он не только для настольных компьютеров но также для рабочих станций и высокопроизводительных рабочих систем а еще у накопителя имеется встроенная функция шифрования и поддержка комплексного пакета безопасности которая защитит ваши данные от любителей покопаться в чужих файлах не забыто и пятилетняя гарантия твердотельные накопители kc 2500 выпускаются в четырех версиях на 250 гигабайт на 500 а также на один и 2 терабайта не забудьте выбрать вариант для себя по ссылке в описании студия и о интерактив намеренно сделать нового хитмана самой масштабной и драматичной частью франшизы ведь хочется датчанам верить но что нам точно гарантировано так это неожиданные контракты по всему миру в обширных локациях песочницах например в английском поместье хитману предстоит примерить амплуа детектива и словно в романе агаты кристи расследовать убийство разумеется не забывая об устранении собственной цели а самым заметным нововведением станет общая экосистема призванная объединить нового хитмана с миссиями из предыдущих двух игр и все это с глобальным сюжетом и едва ли не реагирующим на действия игрока миром последний пункт вызывает наибольшие вопросы но все равно пропускать такое точно не хочется king's bounty 2 делает новая студия в новом сеттинге и с новым графическим стилем пожалуй главное что роднит ее с легендой о рыцаре это жанр ролевая игра с тактическими боями но если оставить в стороне вопрос о названии то игра получается очень любопытная например бои проходят не на случайных аренах она специально созданных картах поэтому каждое сражение это отдельный тактический пазл например лучники могут прекрасно действовать на холмистой местности а в лесах будут бесполезны поскольку у них не будет линии огня на стиль прохождения будет влиять и классовая принадлежность героя и даже его мировоззрение потому что склонность к закону и порядку дает одни перки склонность к анархии совершенно другие одним словом в новой king's bounty не так много от игры катаури но игра вырисовывается по меньшей мере оригинальная история создания bloodlines 2 это по сути фильм катастрофа на старте все было прекрасно продолжение культовой игры да еще и с участием сценариста первой части брайана митсоды плюс подключили неунывающего многостаночника криса авилона в общем были все поводы для оптимизма а потом пошло-поехало сперва авилон оказался в центре очередного секс-скандала и студия тут же от него открестилась потом ушел митсода вернее его ушли по словам брайана к нему не было ни малейших претензий как вдруг он получил приказ об увольнении после этого за главную осталась кара эллисон кара любила делать акцент на том что новые вампиры соответствуют прогрессивным идеям то есть в игре не будет обидных слов и стереотипов это не очень вяжется с самой концепции мира тьмы который по определению полон нетерпимости но кара призывала верить в лучшее а потом тоже ушла параллельно уволили креативного директора так что теперь непонятно кто и как будет доводить игру до ума но развязку этой истории мы разумеется ожидаем с нетерпением путь элой усеян трупами механических динозавров птицы и прочих крокодилов что дорога рэмбо американскими полицейскими несмотря на все грабли собранные gorilla games при создании своего первого open world а игра вышла хорошей и помимо невероятной красоты и толковой боевой системы могла похвастать весьма приличной истории про не самый банальный апокалипсис в сиквеле же нам обещают все то же самое но как это принято у продолжений крупных серий больше и лучше да еще и про западное американское побережье с возможностью с этого самого побережья занырнуть в глубокие глубины и вдоволь поохотиться на роба рыб после того как obsidian была куплена microsoft признанные мастера ролевого дела наконец-то получили возможность делать игры с размахом яркое тому доказательство avout если верить обещаниям то ждет нас сплошь благодать классическая rpg действие которой развернется во вселенной pillars of eternity большой но плотно забитый интересными местами и событиями мир реагирующий на действия игрока множество фракций и священная корова всех rpg шников возможность убить любого персонажа добавьте к этому продвинутый искусственный интеллект и навороченную физику которая позволит сделать магию зрелищной сверх всякой меры сколько фич потеряется по дороге к релизу вопрос хороший и в случае с obsidian совсем не праздный и тем не менее кажется что студия готова к своему самому большому после нью-вегас прыжку поддержим же ее в этом триумфальный перезапуск дума наглядно показал что известная присказка про хорошо забытое старое актуально как никогда главное подойти к реализации творчески последовать по этому пути решили разработчики серии shadow warrior и судя по всему у них все получается как надо и пускай геймплей заимствует многие идеи конкурентов какая разница если с драйвом полный порядок ураганный экшен пока что оставляет самые положительные эмоции если сценаристы сумеют прикрутить к этому яркую и не чурающуюся собственной несерьезности историю то нас ждет настоящий праздник симулятор охотника на фэнтезийных чудовищ обещает в следующем году отправиться покорять портативно гибридный свитч создается игра с явной оглядкой на монстр hunter world а потому каких-либо кардинальных изменений не ожидается нам как и прежде предстоит в одиночку или с друзьями охотиться на огромных монстров заодно экспериментируя с разнообразным оружием главными же нововведениями станут возможность карабкаться по вертикальным поверхностям и стилизованная под колорит древней японии картинка на этом все но так и правильно не стоит слишком рьяно чинить то что не сломано не будем отрицать что новая игра синди миками выглядит немного странно и что не такого мы ждали от автора лучших частей resident evil но с другой стороны нельзя не отдать миками должное пока вся индустрия работает на конвейере по производству сиквелов и ремейков он не чурается экспериментов до игры про персонажей обладающих телекинезом и прочими суперспособностями нынче не такая уж и редкость но назвать эту тему заезженной тоже нельзя кстати если что и роднит гоствайр с прошлым творчеством миками то это сюжет истории про разбушевавшихся призраков за которыми предположительно стоит некий культ присущ некий налет резидентовости крайне любопытно будет посмотреть что же из всего этого получится в итоге и на этом на сегодня все напишите какие игры ждете именно вы не забудьте про лайк подписку и колокольчик увидимся в следующем ролике